Очередная онлайн-видеоконференция с лидером украинского выбора Виктором Медведчуком состоялась 17 сентября. Для участия в ней зарегистрировалось около 300 участников. Около 200 вопросов было задано в текстовом режиме. В прямом эфире прозвучало 27 вопросов и ответов на них. Посмотрели видеоконференцию более 10 тысяч зрителей, и ее результаты широко обсуждаются в СМИ. Как действует украинский выбор в условиях, когда власти и оппозиции ведут масштабную пропаганду идеи вступления Украины в ЕС? Сегодня не просто идет борьба. Сегодня идет оголтелая борьба за подтверждение так называемого европейского выбора, в котором, или в выборе которого, объединилась и власть, и оппозиция. И все главные телеканалы Украины, вы это хорошо знаете, я это хорошо знаю, основные средства массовой информации популяризируют именно этот путь. Причем, что самое негативное и что самое циничное именно в такой политике, это то, что нам навязывается этот курс как безальтернативный. Более того, руководитель нашего государства постоянно заявляет о том, что, видите ли, европейский выбор, это выбор, который сделан всеми без исключения политическими партиями, всем обществом и всеми гражданами. Мы не наблюдаем за этим пассивно. В течение года, уже больше года, мы ведем дискуссию и занимаемся вопросом популяризации и идей того, что будет, если мы пойдем этим путем, куда тянет нас сегодня власть и оппозиция. Я могу сказать, что за этот период времени проведено более 150 мероприятий по всей стране, связанные с разъяснениями преимуществ для Украины, украинской экономики, таможенного союза. Мы привлекли экспертов и академиков, руководителей Института экономики и экономического прогнозирования Национальной академии наук. Мы привлекли экспертов таможенного союза и Евразийской комиссии, как руководящего органа таможенного союза. То, что мы можем, мы делаем. Ваше мнение о судьбе всеукраинского референдума о вступлении Украины в таможенный союз? Вы знаете, что были проведены, проведено собрание 8 сентября. Более того, до того, как это собрание проводилось, было два определения суда, которые запрещали фактически проводить эти собрания, запрещали Центральной избирательной комиссии присылать своих представителей, что делает легитимным это собрание и дает возможность после последствий при принятии решения Центральной избирательной комиссии выдать подписные листа и признать избранными членами инициативных групп по сбору подписей. Несмотря на эти запреты, мы, наши активисты общественного движения «Украинский выбор» вместе с активистами КПУ провели собрание, выдвинули наших активистов в состав инициативные группы по сбору подписей, это более 9 тысяч человек, и передали документы в ЦИК. Более того, судебное заседание продолжается. 13 числа было судебное заседание в Киевском окружном административном суде. Заседание сейчас перенесено на 30 число. Как известно, согласно социологическим исследованиям, на сегодняшний день 61% населения Украины считает, что вопрос вступления Украины в таможенный союз или подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и договор о зоне свободной торговли должны решаться именно на всеукраинском референдуме. И только 23% считает, что этот вопрос можно отдать на разрешение президенту и парламенту. В этой ситуации, естественно, наша позиция имеет основание как политически, так и юридически, и мы ее будем отстаивать и будем делать все, чтобы такой референдум состоялся. Существует ли в Украине политическая партия, которая разделяет идеи движения «Украинский выбор» и готова их отстаивать? Такой политической партии в Украине нет. Есть ряд политических партий, которые высказываются за те или иные положения, которые являются в том числе и предметом нашей деятельности. Такие партии есть. Вот, например, по вопросу референдума и вопросу вступления в таможенный союз, такой партией является коммунистическая. И мы в данном случае являемся соратниками и партнерами по организации проведения референдума. Не могу сказать, что в остальных вопросах наша идеология совпадает. Есть вопросы, которые близки, но говорить о том, что сегодня те положения, которые записаны в манифесте общественного движения «Украинский выбор», то, что мы поставили на щит, подняли на наше знамя нашего движения, отвечают программным целям какой-то партии, и все эти положения можно найти в этой программе так называемой партии. Я хочу сказать, что такого нет. И, может быть, это является особенностью нашей общественно-политической организации. Того, что мы поднимаем очень серьезные вопросы, стратегические вопросы для сегодняшнего дня Украины, для завтрашнего дня, и в вопросах экономики, и в вопросах гуманитарной сферы, и самое главное, в вопросах, как я уже говорил, отношения гражданин-власть. Власть-гражданин. В вопросах построения гражданского общества в нашей стране. Что значит страной управляешь ты? Когда мне задают вопрос, Виктор Ильич, что значит страной управляешь ты? Объясните. Я говорю, ну очень просто. Страной управляешь ты? Ты же ходишь на выборы или не ходишь на выборы? А это равнозначно. Когда мы говорим о принципах прямой демократии и народовластия, мы говорим о том, что это как раз та новая форма, которая, кстати, имеет место в Конституции, потому что в Конституции сказано, в статье 5, что украинский народ, являясь единственным источником власти, осуществляет ее непосредственно и дальше через органы власти и местное настое. Так вот, непосредственно, это путем референдума. Когда люди, которые недовольны властью, могут отправить ее в отставку, не дожидаясь истечения их полномочий, на которые они избраны. Всю исполнительную власть в районе осуществляет глава администрации. Он возглавляет все. Каким должен быть глава администрации? Он должен быть таким, который отвечает на интересы президента страны, потому что он его может уволить. Второе, он должен иметь отношение чуть больше, чем трети депутатского корпуса районного совета, для того, чтобы две трети не высказали ему недоверие. И все. А есть же еще граждане, кстати, мы с вами, люди. Простые люди, которые иногда бывают избирателями. Но каждый день живут в окружении своих проблем и вопросов жизненно необходимых. И на которые власть сегодня, к сожалению, в большинстве случаев не обращает внимания. Так вот этот вариант, когда 10% населения района высказывает необходимость проведения референдума, 50% голосует за недоверие, и этого главы администрации нет. Вот что будет делать тогда глава администрации? Он будет думать не о том, чтобы он был хорош в глазах президента. Это надо, безусловно. Или в глазах депутатов, которые можно сделать карманными. И вы хорошо знаете, как это делается. Но ему еще надо точно делать карманными, условно, половину населения района. Это намного сложнее. Тогда надо действительно начинать работать не только в интересах вышестоящего начальства и депутатского корпуса, а в интересах людей. Только в условиях подобных принципов и правил народовластия возможно изменить жизнь в стране к лучшему. Является ли так называемая торговая война России с Украиной войной? Нет никакой торговой войны. Об этом, кстати, заявили представители власти, как Российской Федерации, так и Украины. И говорить и анализировать это – работать в русле тех политиканов, тех популистов от политики, которые пытаются разрушить дружеские, соседские, партнерские отношения с Россией. Могу вам сказать, что это никому не удавалось раньше, не удастся сейчас и не удастся в будущем. Будет ли Виктор Медведчук и украинский выбор участвовать в президентских выборах? Знаете, для того, чтобы заслужить высокое звание доверия, в том числе и части Украины, о которой вы говорите, надо еще очень много сделать. И надо приобрести реальный авторитет. И я вернулся в общественно-политическую жизнь с одной целью – дальше реализовывать те принципы, которые когда-то провозглашались мной, которые я отстаивал все эти годы. Потому что понимаю, что жить выборами и жить только властью и ее состоянием у нас не получается, у нас нет положительных результатов. Самое главное для общественного движения «Украинский выбор» – это не вопрос власти, а вопрос отношения граждан и власти. Сегодня надо заниматься тем, чтобы убедить людей в понимании того, от чего зависит власть и как на эту власть можно реально влиять. А выборы они еще будут не одни. И во время выборов мы об этом поговорим.